Здравствуйте! В эфире Республиканское телевидение и с вами Дмитрий Аргунов. Буквально вчера закончился отчет регионального правительства перед жителями республики. Впервые с 2019 года, когда началась пандемия коронавируса, он прошел в очном формате. Члены правительства в течение января и февраля докладывали об итогах работы в разных сферах, от сельского хозяйства до нефтегазовой отрасли. Отмечу, что очные отчеты решают сразу несколько задач. Информирование якутян о проделанной правительством работе, актуализация планов развития муниципальных образований и, наконец, получение эффективной обратной связи от жителей республики. И прежде чем мы перейдем к подведению итогов проделанной работы с председателем правительства республики Саха Якутия и со всеми его заместителями, я предлагаю посмотреть небольшой видеоматериал, как проходили отчеты. Отчет правительства республики перед населением впервые за три года прошел в очном формате с охватом всех наслегов. Работа 25-го по счету отчета стартовала 5 февраля в Алданском районе. В своем отчете первый заместитель председателя правительства отметил, что в 2022 году в Алданском районе введено 22 дома на 757 квартир. С золотодобывающими предприятиями добыто 46 тонн золота и проведен капитальный ремонт в Акушерском отделении и детской поликлинике. 2023 год – это год столетия Алдана. И правительство вместе с руководством района проводит работу по реконструкции площади Ленина, установке памятников, ремонту фасадов и введению новых социальных объектов. Отрадно отметить, что все-таки, несмотря на все сложности, глава республики, правительство республики нашли силы не сокращать какие-то мероприятия, проекты, программы, а наоборот искать пути их увеличения и большей реализации. Улучшение инфраструктуры ждет и жителей Татинского улуса. В ходе отчета в Хара Алдане были обозначены цели на 2023 год. Так в районе будет построено новое учебное здание Татинского лицея. Определены источники финансирования проекта строительства детского многофункционального центра, а также дан старт строительства четырехквартирного дома. Помимо этого, правительственная группа анонсировала подключение села к оптоволоконному интернету. Население Нюрбинского района больше всего интересовали вопросы по энергетике, жилищно-коммунальным хозяйством, подключению жилых секторов к центральному отоплению. И одним из проблемных вопросов, которые поставили в Малыкайском кусте, является ремонт муниципальной дороги, объединяющей четыре поселения и строительство моста через речку Конанчан. В Горном улусе жители интересовали вопросы по ситуации в сфере занятости. В ходе отчета правительственная группа отметила, что в течение минувшего года в центр занятости населения обратилось 572 человека, из которых было трудоустроено 449. Всего в выездных мероприятиях по отчету правительства работало 12 групп в составе заместителей председателя правительства, министров и других. С момента первого отчета было охвачено более 400 наслегов и порядка 26 тысяч человек. Итак, мы снова в студии, и я предлагаю следующий формат нашей сегодняшней работы. Смотрим сюжет по актуальной теме, передаем тему профильному заместителю председателя правительства. В нашем распоряжении будет целая часть, так что, я думаю, этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы охватить все ключевые сферы жизни. Внимание на экран, первый в виде материал. В 2022 году в государственный бюджет республики поступило доходов в сумме около 320 миллиардов рублей. Сумма расходов бюджета составила 330 миллиардов. Около половины расходов были направлены на социально-культурную сферу или более 158 миллиардов рублей. В целом, бюджетная политика Якутии в сфере расходов была направлена на, безусловно, исполнение действующих расходных обязательств. Программные расходы, сформированные по 27 государственным программам Якутии, составили около 319 миллиардов рублей или почти 97% от расходов государственного бюджета Якутии. Муниципальным образованием предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму около 108 миллиардов рублей. А именно дотации более 37 миллиардов рублей, субсидий около 13,5 миллиардов рублей, субвенции в размере 52 миллиардов и иных межбюджетных трансфертов более 4,5 миллиардов рублей. Благодаря плодотворной работе в сфере госзаказов, республика показала хорошие результаты на 17-м всероссийском форуме выставки «Гоззаказ». Якутия стала лидером по трём номинациям. Нормативная база закупок региона, оценка организационной структуры закупок региона и снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок. В рейтинге общероссийской общественной организации гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам. На протяжении последних лет наш регион занимает лидирующие места в национальном рейтинге прозрачности закупок, а в 2022 году наш регион получил наивысшую оценку гарантированной прозрачности. В связи со сложившейся геополитической ситуацией в рамках пакета антисанкционных мер в апреле 2022 года в республике был принят закон, в соответствии с которым на 2022 год до минимума снижены ставки по упрощённой системе налогообложения. Срок ввода нового порядка и исчисления налога на имущество организации с кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов коммерческой недвижимости перенесён на 2023 год. Меры коснутся порядка 25 тысяч налогоплательщиков. На 2023-2024 годы были снижены ставки по упрощённой системе налогообложения. Действующие в 2022 году размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателям годового дохода по патентной системе налогообложения продлены по 2024 год. И на этот же период пролонгировано действие двухлетних налоговых каникул по упрощённой и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Что касается государственной собственности, за 2022 год зарегистрировано право государственной собственности республики на 444 объекта недвижимости, в том числе 321 объект капитального строительства, 123 земельных участка, общей площадью более 163 гектаров. Переданы в муниципальную собственность объекты государственной собственности в количестве 109,5 тысяч единиц стоимостью около 5 миллиардов рублей. Принята госсобственность более полутора тысяч единиц объектов муниципальной собственности стоимостью почти 144 миллиона рублей. В результате изменившейся дивидендной политики в государственный бюджет республики поступило доходов от управления государственной собственностью в размере около 754 миллионов рублей, в том числе дивидендов около 634 миллионов рублей. По программе «Дальневосточный гектар» в 2022 году было заключено более 100 договоров на предоставление участка. В рамках ежегодного проведения отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия о результатах деятельности за 2022 год председателем правительства Республики Саха-Якутия проведены отчеты перед населением Булунского и Чурабчинского улусов, а также города Якутска. В ходе проведения отчетов население интересовали вопросы, связанные со строительством или капитальным ремонтом социальных и инфраструктурных объектов. Прошедший год для Якутии был знаковым. Регион отметил столетие Республики и 390 лет вхождения в состав России. Стал лидером на Дальнем Востоке по объему валового продукта и снова обновил исторические максимумы добычи полезных из КПМ. О других достижениях я попрошу рассказать председателя правительства Республики Андрея Владимировича Тарасенко. Здравствуйте, Андрей Владимирович, Вам слово. Здравствуйте, уважаемые жители Республики. Сегодня в действительности у нас состоялась система отчетов по Республике. И мы в этих отчетах посетили более 400 населенных пунктов. Ну и при этом участвовало более 27 тысяч людей. Данное условие сегодня позволило нам очно встретиться со всеми нашими жителями Республики. И фактически вот эта очная встреча, она дает такой тесный, хороший контакт в общении и понимании то, что сегодня волнует людей. Что сегодня, какая необходимость, первоочередные задачи какие. Ну и самое главное, что мы вместе чувствуем ту роль своего участия в создании и развитии Республики. Очень важно, вот я сам съездил в три таких района. Это Булунский, Черопчинский, ну и город Якутск. Почему выбрал Булунский? Очень важно сегодня посмотреть развитие Арктики, пообщаться с людьми, которые живут в арктической зоне. Ну и соответственно, какая сегодня у нас логистика работает, как сегодня доставляются продукты питания, что сегодня в магазинах. И Северный завоз, как он сегодня будет работать, как люди к нему относятся. И какую систему сегодня в логистике надо поменять, чтобы можно было в действительности получать все возможности для жизни людей в таких вот арктических условиях. В Черопчинске то же самое здесь очень важно. Мы, Республика, являемся аграрной. И соответственно, наш Черопчинский район это основополагающее в сельском хозяйстве. Хотелось понять, как сегодня зимовку прошли наши коровы, лошади. Соответственно, что сегодня необходимо для того, чтобы начать пассивные вовремя. Как прошел год в части засухи, которая была вчера вообще. Как люди видят дальнейшую систему милирации. И вообще, как отношения, как центрального такого района в части снабжения и так далее. Ну и город Якутск это столица, столица нашей республики. Ее развитие, какие сегодня планы. Как человек себя чувствует в столице. Соотношение какое, в достаточности, в зарплате. И во всех отношениях к жизнеобеспечению самого города. Вот эти все вопросы, которые и самому хочется узнать, увидеть. И в беседе я вот со многими людьми понял, что в действительности само общение, когда ты находишься с людьми и общаешься, это в действительности совершенно другой фрагмент. И не то, что ты по телевизору говоришь, или там где-то выступаешь с какой-то речью, или планы какие-то рисуешь. Здесь человек показывает свое отношение, что он сегодня, с чем он столкнулся. И все, что вот у него сегодня накипело, что он хочет, как изменить хочет. Потому что вся команда, которая сегодня, начиная с жителей и кончая членом правительства, или председателем правительства, все мы сегодня направлены на то, чтобы создать, развивать нашу республику. И глава республики, СН Сергеевич Николаев, он не просто такой лозунг взял. Якутия вперед. То есть мы должны сегодня сделать шаг вперед, сильный шаг вперед, чтобы мы почувствовали, что мы сегодня, республика, передовая все наши сегодня показатели, которые мы достигаем, они направлены на развитие человека, жизнедеятельность человека в этой республике, в стране. Поэтому здесь мы получили очень много вопросов, которые, когда вот посещали и разговаривали с людьми, и вопросы, направленные в различных контекстах. К примеру, там и жизнедеятельность, и строительство, и сегодня и промышленное развитие, и сельское хозяйство, и здравоохранение. И вот во всех этих областях, конечно, вот сегодня мои заместители более подробно расскажут, те, которые мы столкнулись с вопросами, и их тенденции, как она меняется из года в год, и что мы сегодня, какие предприняли действия, чтобы дальше мы людям показали тот шаг развития республики, как вот и глава республики говорит о том, что Якутия вперед, еще раз я подтверждаю, и говорю, вот в действительности мы с таким лозунгом должны идти вперед и показывать только такие хорошие темпы и развития, и благоустройства. Спасибо, Андрей Владимирович, спасибо. Я напоминаю, в эфире национального телевидения отчет правительства республики Саха Якутия. Сейчас я предлагаю ознакомиться с динамикой экономического развития республики. Внимание на экран. Экономика Якутии продолжает занимать лидирующую позицию на Дальнем Востоке по объему валового регионального продукта. В 2022 году его рост оценивается на уровне не менее 8%, что превышает среднее значение не только на Дальнем Востоке, но и в России. В течение четырех лет подряд обновляются исторические максимумы добычи угля, нефти, газа и золота. Республика занимает первое место среди регионов Дальнего Востока по росту промышленного производства и восьмое место в России. Положительная динамика угледобычи связана с наращиванием производственных мощностей на объектах Нерюнгринского угольного комплекса. Дан старт работе угольного разреза Ссылахский мощностью 6,5 миллионов тонн угля в год. На Эльгинском угольном комплексе введена первая обогатительная фабрика мощностью выпуска концентрата 3,5 миллиона тонн в год. В поселке Усть-Куйга Устьянского района совместно с корпорацией «Росатом» начаты проектные работы по строительству атомной станции малой мощности в целях разработки золоторудного месторождения «Кучус». В 2022 году добыча алмазов увеличилась почти на 14% к 2021 году, а золотодобывающими предприятиями добыто 46 тонн золота. Рост промышленного производства республики обеспечивает бюджетные доходы. 63% налоговых отчислений в федеральный бюджет из Дальнего Востока произведено предприятиями Якутии. Экономический рост – это и результат привлечения инвестиций. С 2018 года в экономику республики инвестировано 2 триллиона рублей. Это максимальный объем среди дальневосточных регионов. В условиях санкционного давления правительством Якутии оказана беспрецедентная поддержка малому и среднему бизнесу. Стоимость пакета мер составила 16,5 миллиардов рублей. По реализации программы социальной газификации в 2022 году республика заняла первое место по Дальнему Востоку и пятое место в стране по количеству подключений газа к домовладениям. Всего в прошлом году построено 233 километра сетей, что в 7 раз больше, чем в 2021 году. Более того, это максимальное значение за последние 55 лет. Продолжается реализация проекта «Местные кадры в промышленность», благодаря которому в 2022 году работу в 45 компаниях региона смогли получить более 12 тысяч человек. Уровень общей безработицы снизился до 6,5%, достигнув исторического минимума за последние 5 лет. По вводу жилья Якутия вышла на второе место на Дальнем Востоке. За 2022 год введено свыше 583 тысяч квадратных метров жилья. С 2019 года переселены из аварийного жилья более 25 тысяч человек. Введено 165 многоквартирных домов. В 2022 году взамен аварийного жилья благоустроенное жилье получили 7 тысяч человек. Строительство домов для переселения активно ведется и в районах Крайнего Севера. Обеспечены жильем 1226 граждан льготных категорий. Восстановлены права 57 обманутых дольщиков. Продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов по комплексной застройке за счет нового инструмента развития – инфраструктурных бюджетных кредитов в размере более 5,5 миллиардов рублей. В микрорайоне «Звездные» города Якутска будет построено 30 домов с общей жилой площадью почти 265 тысяч квадратных метров, в которых будут проживать 11 тысяч жителей. Активно благоустраиваются дворовые территории. За 22-й год в Якутии благоустроено 154 дворовые территории в 37 населенных пунктах. Для гармоничного развития территории и создания комфортных условий для населения республики разработаны мастер-планы городов Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алёкминск, Ленск, Тамот и Алдан. Введено 66 социальных объектов, в том числе 12 школ, 6 детских садов, 25 объектов здравоохранения, 12 объектов культуры, 9 объектов физической культуры и спорта по одному объекту социального обеспечения и профобразования. Проект строительства Ленского моста включен в пятилетний план развития дорожной деятельности Российской Федерации. Развитая экономика – один из маркеров стабильного региона. Драйвер этого роста – это, конечно же, строительная отрасль. О том, как развивается данное направление республики, я предлагаю обсудить с первым заместителем председателя правительства республики Кириллом Бочковым. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые граждане нашей республики. Конечно, строительство в республике Саха-Якутия, учитывая наши непростые условия, короткий строительный сезон, но и, как в любом другом регионе, это одна из основ эффективного социально-экономического развития. Строительство толкает вперед сразу несколько смежных отраслей и развивает экономику, используя большое количество человеческого потенциала, капиталов, финансов, ну и, конечно, оказывая огромный социальный эффект. Всего за период с 2018 по 2022 годы за счет источников финансирования в федеральных средств, в республиканских средств введено 274 социальных объекта. Это огромная цифра на самом деле, и одних только школ, 48, которые обеспечили создание 10 тысяч новых мест ученических. Это, конечно, для нашей республики было и остается одной из основных, с одной стороны, проблем, с другой стороны, точек роста, ведь качество образования – это качество нашего человеческого капитала, потенциала и, в конечном итоге, основной драйвер экономики. Учитывая социальный значимый эффект мероприятий, связанных со строительством жилья, социальных объектов, в республике в настоящий момент действует большое количество программ. Основными, конечно, являются национальные проекты, которые находятся на контроле у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и являются основными программами развития любого региона. Наша республика является рекордсменом по объему таких программ, в частности, по программе переселения. Мы на первом месте в Российской Федерации по объему переселяемого жилого фонда. Конечно, для нас это остается одной из основных программ, приоритеты расставлены в эту сторону для того, чтобы в скорейшие сроки переселить максимальное количество наших жителей. Здесь мы применяем достаточно большое количество инструментов, в том числе и инструменты комплексного развития территории, которые позволяют в ускоренные сроки переселять те объекты, которые не вошли в программу переселения второго этапа. В этой части у нас активно развиваются в городе Якутске ряд направлений. Вы многие знаете, многие из вас знаете, что строится квартал Звездный. Здесь мы уже видим первые введенные многоквартирные дома и всего градостроительный потенциал этого, по сути, нового района. Это даже не микрорайон, это достаточно большой район комплексной застройки нашей столицы. Будет составлять практически полмиллиона квадратных метров. И только в рамках этого проекта будет построено более 250 тысяч квадратных метров суперсовременного жилья, отвечающего всем самым современным требованиям. Ну и, конечно, обязательно инфраструктура, социальная инфраструктура, школы, детские сады, поликлиника. Это то, что сразу появится в этом районе. И, конечно, у жителей не будет проблем с поиском места для своего ребенка, дошкольное образование или качественная школа. И, конечно, здравоохранение, которое можно будет услугами пользоваться сразу рядом со своим домом. Безусловно, такие крупные проекты, как кардиологический центр, который был введен у нас, и онкологический центр, который вводится в этом году, это очень сложные, но в то же время самые современные и самые высокотехнологичные объекты на Дальнем Востоке. Мы гордимся, что у нас появилась возможность в эти годы построить эти долгожданные объекты. И, конечно, приложим все усилия для того, чтобы жителям, жители устраивало и качество, и подход в этих суперсовременных объектах. Ну и, естественно, не могу не сказать про наш самый ключевой инфраструктурный проект. Это, конечно же, Ленский мост. Это мечта многих жителей, многих десятилетий. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что проект этот находится в активной стадии реализации. Проект включен в пятилетний план развития магистральной инфраструктуры нашей страны. На него утвержден инфраструктурный бюджетный кредит. И активно ведется проектирование. Сейчас уже основной этап проектирования позади. Мы находимся в государственной экспертизе. И, конечно, учитывая современные тенденции и новые реалии, мы произвели необходимые замены на отечественные комплектующие, на комплектующие из дружественных стран для того, чтобы максимально обезопасить и удешевить этот объект как один из самых важных для жителей нашей республики. Ну, конечно, не могу не сказать про наши небольшие победы. Небольшие на самом деле потому, что мы не только строим большие объекты и многоквартирные дома, но уделяем большое внимание нашим дворовым территориям. И на протяжении с 2018 года за такой достаточно небольшой период времени было благоустроено 400 дворовых территорий и 52 общественные территории. Конечно, это тоже очень важно для наших жителей, потому что современная городская среда, качественная среда, где можно провести досуг, позаниматься спортом, да и просто красиво выглядящие дворовые территории создают хорошее настроение и, безусловно, являются очень важным элементом городской среды. Безусловно, развитие городов – это такой высокотехнологичный процесс, который сейчас важно очень правильно спланировать, который не является краткосрочной перспективой, а многолетней. Создаются мастер-планы городов, которые увязывают экономику, архитектуру, развитие, человеческий капитал там, где люди работают, там, где люди живут и там, где они проводят свое время, должно быть увязано в общей экономике города и создавать соответствующую атмосферу. Ну и, конечно, региональный продукт, который образуется при развитии крупных агломераций, это следствие хорошей качественной оценки, анализа, ну и, конечно, развития. В этой части у нас два мастер-плана наших крупнейших городов республики – это Якутск и Неринги, они разработаны и позволят сосредоточиться на долгосрочном устойчивом развитии не только нашей столицы, но и нашей южной столицы, которая является крупнейшим нашим промышленным донором и, безусловно, жители должны чувствовать прежде всего дивиденды наших успехов и больших достижений в области промышленности и экономики. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Я напоминаю, сегодня мы на уровне председателя правительства, всех его заместителей, обсуждаем прошедшие отчеты правительства перед населением. И мы переходим к следующему блоку – это развитие инфраструктуры. Внимание! Якутия – самый большой регион страны. Ежегодно он сталкивается с колоссальными природными вызовами – это пожары, паводки и другие чрезвычайные ситуации. За последние пять лет республика стойко выдержала все испытания. Так, например, в 2018 году в зоне затопления оказались 69 населенных пунктов в 15 районах республики. Последствия паводка устранили в кратчайшие сроки. Лесной пожар 2021 года уничтожил 34 дома и хозяйские постройки в селе Бяськёль горного района. Уже к октябрю дома и инфраструктура были полностью отстроены заново. Летом прошлого года природа испытала на прочность Хабяйские и Верхоянские районы. Однако и там все социальные объекты восстановили, а отопительный сезон начали раньше положенного срока. Жаркий 2021 год стал уроком для сферы экологии и безопасности. Уже в следующем году в два раза увеличили численность работников лесопожарных формирований. Это позволило не допустить ситуацию прошлых лет. Количество пожаров в минувшем году сократилось в три раза. Значительные изменения произошли и в электроэнергетике. Окончательно сложился каркас единой энергосистемы Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов. На этой территории проживает 82% населения республики. Ввели в эксплуатацию 18 новых дизельных электростанций. Продолжается модернизация угольных котельных и многих других объектов ЖКХ. Одним из самых масштабных проектов в сфере электроэнергетики стало начало работ по строительству атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга. Здесь за бортом уже минус 45 градусов. Но это не мешает нам выполнять работы по сооружению строительного городка Якутской АСММ. В продолжение темы модернизации котельных стоит отметить, что за 5 лет построили и реконструировали 97 объектов, в том числе самую крупную котельную – Восток-1, мощностью 18 мегаватт. Сегодня она согревает теплом жителей села Барагонца. В Нерюнгре завершили реконструкцию канализационного хозяйства, а в столице региона начали реализацию нового полигона твердых коммунальных отходов и мюсороперегрузочной станции. Одним из важнейших направлений остается развитие транспорта. С 2018 года почти в 3,5 раза увеличили объем субсидируемых авиаперевозок. Реконструированы 4 аэропорта, в том числе завершили первый этап главной воздушной гавани республики. Особое внимание уделяют транспортным артериям региона. За 5 лет отремонтировали почти 2000 километров дорог, возвели и реконструировали 47 мостов. Со станции Нижний Бестях отправился первый пассажирский поезд. Не забыли и про обновление общественного транспорта. К 100-летнему юбилею республики приобрели 100 новых автобусов. Вопросы энергетики ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, лесного хозяйства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, их курирует Дмитрий Садовников. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Расскажите об основных итогах за прошедший год. Здравствуйте, уважаемые телезрители. 2022 год, безусловно, стал годом испытаний. И Асен Сергеевич в своем послании как раз и указал, чтобы мы не повторили 2021 год, когда у нас сильно горели леса. И мы благодаря поддержке президента страны, правительства страны, работе нашего Ильдархана усилили и увеличили финансирование в этом направлении. Федеральный бюджет здесь увеличил 5,5 раз, 2,5 раза также увеличен региональный бюджет. И численность лесопожарных сил в количестве людей увеличилась и составила 1119 человек. И мы сократили пожары в отличие от 2021 года 3 раза и площадь, пройденная пожаром, 14 раз. Это лучший показатель с начала 2017 года. И здесь мы эту работу продолжим. Безусловно, хочется отметить всех жителей и простых людей, которые вовлечены в этом деле. Говоря о катаклизмах, мы в прошлом году также испытали водную стихию, когда были подтоплены населенные пункты Кобяйского, Верхоянских районов. Здесь 11 населенных пунктов было подтоплено, более 440 домов были затоплены. И здесь нам в кратчайшие сроки приходилось работать и восстанавливать то, что было подвергнуто стихии. И мы с этой задачей справились. Сегодня мы можем сказать, что от правительства, которое возлагалось, мы эти задачи полностью выполнили. И к пользу случаям также хочу выразить слова благодарности предпринимателям, людям, которые не стояли на стороне от этих бед, бед своих земляков, тоже совместно с нами оказывали помощь своим землякам, жителям, которые подверглись данной стихии. Эта работа тоже будет продолжена. Наступивший год, 2023 год, тоже, как говорится, уже прогнозируется большими паводками, с сухим летом. Поэтому мы с задачей перед собой руководство республики ставим перед блоком, чтобы мы картинку, которую мы сохранили в 2022 году, мы ее держали. Безусловно, говорите, сектор, хочу подчеркнуть также работу по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2022 году мы построили 14 котельных, в 2023 году мы планируем построить 15 котельных. Ежегодно более тысячи с лишним домов подключаются к тепловым сетям. Но по отключению частного сектора программа все равно реализовывается, выполняются те условия, которые выдаются ресурсоснабжающими организациями. И эта работа, безусловно, дает хороший стимул для того, чтобы люди жили в более благоустроенных условиях в наших населенных пунктах. И здесь мы также, в частности, электроэнергетики касаемой, то здесь мы можем сказать и гордиться тем, что в 2022 году в населенных пунктах поселка Хану, Сосыр, Тюбелях, Кулунельбет Момского района и в городе Верхянске построили дизельные электростанции автоматизированные. И здесь эта работа будет продолжаться. Мы в этом направлении работаем. И совместно с корпорацией «Росатом» также, как было сказано, начали работу по строительству атомной станции малой мощности. И, безусловно, учитывая аварийность электроэнергетики, которую жители наши испытывают, мы усиливаем, мониторим ситуацию и, конечно, работаем с федеральными сетевыми компаниями, ресурсоснабжающими организациями, чтобы аварийность в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике уменьшалась. И, конечно, их было, ну, не повторялось в глобальном, скажем, секторе. В частности, безусловно, эта работа связана и с тарифной политикой. И здесь правительство Российской Федерации перенес срок индексации тарифов с июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, и жители это почувствовали. Но при этом в новых тарифах учтены необходимые затраты на бесперебойно функционированные системы коммунальной инфраструктуры. И продолжается установление льготных тарифов для населения, с учетом которых плата за коммунальные услуги повысилась в среднем на 9%. И это повышение не планируется в целом до июля 2024 года. Кроме того, с учетом действия льготных тарифов, плата граждан за коммунальные услуги остается одной из самых низких на Дальнем Востоке. При этом также благодаря решениям нашего главы региона поддерживается малый и средний бизнес республики и являющимися собственниками помещений у Ростарифа в целом для них на тепловую энергию не превышает 10%. И здесь, безусловно, также связывая вот этот сектор, мы связываем и логистическую инфраструктуру, говоря, это работа в направлении работы железной дороги, авиации, дорожной сети. Благодаря увеличению финансирования у нас увеличилось субсидирование авиаперевозок, стали доступны полеты как внутри республики, так и за пределами. Крупные дальневосточные города. С 2021 года у нас финансирование в этом направлении состоялось 1,8 млрд, а в 2022 году оно увеличилось в разы и составило 4,4 млрд рублей. Так, средняя цена за авиабилет с учетом 70% субсидирования составила 6,5 тысяч рублей. В межуловном направлении с учетом 60% скидки составила 11,5 тысяч рублей. В 2022 году также внедрена новая адресная программа действия субсидирования для жителей артистских районов. И здесь у нас эта работа, как говорится, работала в круглогодичном периоде без возрастных ограничений, с оплатой билета только на 40% от стоимости билета. Эта работа продолжается. И, безусловно, касаясь авиации, мы не можем коснуться работы по реконструкции авиапортовой сети. И к концу года мы построили и реконструировали 4 аэропорта. Это Белая гора, Депутатский, Сангар и Хандыга. Также ежегодно мы вводим уличные дорожные сети и автодорог более 500 километров. Это, напомню, в два раза больше, чем в 2018 году. А в 2022 году мы построили и реконструировали более 581 километра автомобильных дорог. Переведено нормативное состояние 7 мостовых переходов. Значительным событием, как было сказано, было это приобретение 100 автобусов, в результате которых у нас действует сейчас в трех направлениях. Это Якутс-Махсагаллах, Якутс-Бердигостях, Якутс-Хатарык, маршрутные автобусные сети. И здесь уже вот с вводом этих маршрутных сетей уже воспользовались более 17 тысяч человек. Сегодня руководством республики ставится расширение этой сети, и мы, безусловно, продолжим эту работу. Рабочая группа, которую я возглавлял в отчетах правительства, посетила Абыйский район, Момский район и Намские районы. В северных районах люди приветствуют работу правительства, частью субсидированных авиаперевозок, строительство торгово-логистических центров. И здесь хочется отметить, что вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, других, которые ранее более переваривали, их становится чуть меньше. Сегодня на северах народ волнует интернет, связь, работа почты. И в этом плане, конечно, то, что протокол включен, мы их будем соблюдать для того, чтобы их претворять в жизни и реализовать. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, мы говорим сегодня об результатах проведенных отчетов правительства перед населением республики. На очереди социальный блок. Давайте посмотрим следующий сюжет о дополнительных мерах социальной поддержки в республике, также о защите материнства и детства. Внимание на экран. По итогам 2022 года республика Саха-Якутия занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по показателю ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В части рождаемости за прошлый год, по данным Минздрава в регионе, родилось 11 821 ребенок. Численность постоянного населения, по предварительной оценке Сахастат, на начало 2023 года составляет 996 тысяч человек, с учетом итогов переписи. Большой вклад в улучшение демографических показателей вносит здравоохранение. В первую очередь профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на санкционные меры, в 2022 году был введен высокотехнологичный кардиососудистый центр. Уже проведено порядка 300 виртуальных обходов, свыше 2000 телеконсультаций, по итогам которых госпитализированы более 800 пациентов. В прошедшем году продолжилась работа по переоснащению 8 первичных сосудистых отделений в Мирном, Нюрбе, Ленске, Алдане, Майе, Нерюнгри, Вилюйске, Алёкминске. Между тем, огромную работу ведут онкологи республики. С 2019 года в регионе открыты 17 центров амбулаторной онкологической помощи. Также продолжается работа по привлечению кадров. По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» направлены 106 специалистов. Это 68 врачей и 38 фельдшеров. Особое внимание уделяется развитию сельской медицины. За последние 5 лет создано 65 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Приобретено 15 передвижных медицинских комплексов. Отремонтировано 124 отделения медицинских организаций. Приобретены 229 единиц автотранспорта, 663 единиц медицинского оборудования, в том числе 93 тяжелого оборудования. В истекшем году был разработан и согласован проект арктической медицины, реализация которого стартовала с начала 2023 года. Мобильные медицинские бригады с применением выездных и дистанционных телемедицинских форум работы смогут обеспечить население 13 диарктических районов специализированной медицинской помощи. Приоритетным направлением работы в социальной сфере стала поддержка военнослужащих, участников специальной военной операции и их семей. В оказывается комплексный пакет мер социальной поддержки, финансовой помощи в области услуг ЖКХ, в сфере образования, налоговой политики. Оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь. В зоне особого контроля находятся вопросы оказания медицинских услуг, реабилитации и трудоустройства. Региональный штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» за 2022 год отработал более 9 тысяч заявок, в том числе помощь мобилизованным их семьям. Волонтерское шефство установлено над 788 семьями военнослужащих. Якутия с тобой! Мы вместе! В рамках конкурса грантов главы Якутии на развитие гражданского общества для социально ориентированных некоммерческих организаций поддержано 98 проектов на сумму 97 миллионов 200 тысяч рублей. Якутия во все времена заботилась о материнстве и детстве, а сейчас в числе приоритетных задач – помощь военнослужащим и их семьям. Кроме этого, в Якутии успешно реализуются проекты с использованием механизмов национальной социальной инициативы – НСИ. Их задача – повысить качество услуг в социальной сфере. Каких результатов в этом направлении достигла наша республика, узнаем у Ольги Балабкиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте! Вам слово. Здравствуйте! Уважаемые телезрители, уважаемые работники студии НВК. Мы сегодня говорим прежде всего, отчитываясь о том, что помимо того, что у нас сегодня есть во всех отчетах, конечно же, мы говорим о реализации национальной социальной инициативы на территории Республики Саха и Якутия. Проект национальной социальной инициативы – это проект, инициированный президентом страны. Он прежде всего направлен на качество оказания любых государственных услуг на территории РФ, соответственно, Республики Саха и Якутия. Большой командой различных министерств, реализуя межведомственный проект, мы взяли 15 жизненных ситуаций, с которыми жители сталкиваются как можно чаще, чем с какими-либо иными. Это прежде всего мы взяли такие ситуации, как заболеваемость в детских садах, долгое ожидание в очереди на запись к врачу, долгое длительное нахождение в очереди и мучительный сбор справок для таких процедур, как установление инвалидности. Разобрав их в течение года, практически по каждому шагу, нами были проработаны сегодня 15 решений, которые находятся на стадии реализации. Прежде всего, хочется обратить внимание на то, что, например, такие вещи, как запись и сбор документов по инвалидности, мы сократили в три раза. Запись к врачам на определенного рода отдельные виды помощи, также сократили до двух-трех раз, и это действительно приносит сегодня колоссальный успех. Особым проектом, которым мы сегодня гордимся, это проект, который реализовывали по здоровью маленьких ребятишек в одном из пилотных детских садов. Благодаря тем выбранным непосредственно методам, таким как более широкий комплекс оздоровительных мероприятий, работа с родителями, работа через соляные и иодированные процедуры, позволили, безусловно, сократить и заболеваемость в детских садах. Эти проекты сегодня выходят на тиражирование. Мы их доложили главе республики, докладываясь, будут, соответственно, через оси об их реализации и президенту страны. Конечно же, 22-й год не был годом легким для республики, тогда как вроде в конце 21-го года все вздохнули, пандемия действительно начала отходить. Тем не менее, год начался достаточно с высокого уровня заболеваемости, связанных с распространением непосредственно штаба Дельта. О здравоохранении население республики справилось. Но нужно обратить внимание, что сразу мы попали под нахождение ситуации, которая была связана с санкциями, объявленной в связи со специальной военной операцией. И оперативный штаб республики, который возглавлял осен Сергеевич Николаев, достаточно четко обозначил для нас позиции, прежде всего по инвентаризации своего имущества, по определению непосредственно тех позиций, которые нам нужны в большем объеме. Мы спланировали все действия для того, чтобы социальная сфера, ну и как и все остальные сферы, коллеги об этом говорили, вошла без особых потерь с точки зрения импортозамещения. В результате принятых мер на оперативном штабе под руководством главы республики мы смогли в том числе осуществить и закупку тяжелого оборудования в нашей больнице, и закончить практически стройку и, конечно же, введение кардиологического диспансера. Сегодня, говоря об отчетах перед населением, конечно же, я не могу не сказать о тех мерах, которые были приняты относительно поддержки семей военнослужащих. Главой была поставлена задача дойти до каждой семьи, и мы это сделали. Оказана как материальная помощь. Оказывается, помощь на местах, за которую я, конечно же, хочу поблагодарить граждан. За то, что помогаете и понимаете, что сегодня эти семьи оказались... Нельзя сказать, что в слотной жизненной ситуации. Это семьи, семьи которым мы должны быть прежде всего благодарны. Благодарны за то, что в их семьях воспитались такие дети, такие сыновья, такие мужья. Спасибо вам огромное за то, что ваши дети, ваши сыновья и мужья нас защищают. Защищают в целом всю страну. Эти слова благодарности, они через нашу помощь, которую мы оказываем всей республике. И, конечно же, сегодня я не могу сказать о том, что республика по смертности от новой коронавирусной инфекции находится на 80-м месте в стране. А это говорит о том, что врачами за весь этот период, всем медицинским персоналам, всем нашим сообществам была осуществлена колоссальная работа по сохранению жизни. За это мы будем всегда благодарить наших медников. Мы смогли удержаться и сохранить Якутиан на настоящий момент. И, соответственно, конечно же, будем дальше продолжать работать в данном направлении в целом и по продолжительности жизни, и по улучшению ее качества. Так же, как и все члены правительства, рабочая группа, которую я возглавляла, работала в двух улусах. В Ленском улусе и в Мирненском районе. И нужно сказать, что основными вопросами, которые люди сегодня поднимают в этих районах, это прежде всего районы, связанные с их жильем. С ветхим аварийным жильем, которые нужно решать быстро, качественно и в срок. В целом, на настоящий момент, нужно сказать, что отчеты прошли, я соглашусь с мнением всех коллег, очень конструктивно. И в целом формат такой, когда мы еще раз спрашиваем, услышим, действуем ли мы правильно. Наверное, этот формат самый правильный. Спасибо, Ольга Валерьевна. Мы продолжаем наш эфир. И следующая наша тема – это развитие человеческого капитала. О ключевых задачах в этом направлении узнаем из следующего виде материала. 2022 год в республике Саха-Якутия прошел под знаком столетия образования Якутской АССР. Завершено строительство 100 социально значимых объектов. Проведено более 80 крупных образовательных, культурных, спортивных и деловых мероприятий. За период с января по октябрь 2022 года внешний торговый оборот увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом отмечается увеличение экспорта на 4,4%. По итогам 2022 года республика Саха-Якутия по внешнеторговому обороту занимает третье место среди субъектов Дальнего Востока. Построено более 600 километров волоконно-оптических линий связи, подключено 15 населенных пунктов, запущен волс в селе Соскалах Аннабарского района. В сфере IT удалось сохранить 210 рабочих мест в 37 компаниях IT-отрасли. Открылся первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Планируется создать более 1250 новых рабочих мест. В республике введено 12 школ, 6 детских садов. С привлечением средств федерального бюджета в 38 школах завершен капитальный ремонт и оснащение. В 20 школах работы будут завершены в текущем году. Летним отдыхом и оздоровлением охвачены 58 тысяч детей. Из них более 15 тысяч за пределами республики. По организации ЕГЭ республика заняла шестое место среди регионов России. 21 выпускнику, сдавшему ЕГЭ на 100 баллов, выплачены премии главы республики Саха-Якутия в размере 100 тысяч рублей. По различным программам адресную помощь получили. Земский учитель – 15 человек. Учитель Арктики – 54 человека. Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ, арктических и северных улусов – 30 человек. По федеральному проекту «Молодые профессионалы» в организациях среднего профессионального образования открыты 12 мастерских. Улучшена материально-техническая база 66 учреждений культуры. Введены 12 объектов культуры. Создана единая система домов Алан-Хо. Назначены ежемесячные стипендии Алан-Хо-Сутам, Запивалам Асохой и Кузнецам, субсидии на реализацию творческих проектов и укрепление материально-технической базы домов Алан-Хо. Принят закон о государственной поддержке кинематографии в республике Саха-Якутия. Создан виртуальный музей, информационная система, новый корпус якутского языка. Электронный вариант большого толкового словаря якутского языка. Запущен детский телеконтент на родном языке на базе НУК Саха. При Академии наук Республики Саха-Якутия создан Центр по изучению, сохранению и развитию родных языков. Финансирование государственной программы увеличено с 56,5 до 100 миллионов рублей. В 2022 году проведено 500 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 100 тысяч якутян. Развивается 102 вида спорта, работает 65 спортивных федераций. Проведены 8 спортивные игры народов Якутии в селе Барагонце у Салдамского Улуса с участием более 1800 спортсменов по 16 видам спорта. Итак, человеческий капитал. В широком смысле понимания это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества в целом и семьи. Это особый инструментарий интеллектуального и управленческого труда. О том, как обеспечивается эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала в республике, расскажет Сергей Местников. Сергей Васильевич, здравствуйте. Есть мнение, что человеческий капитал участвует в формировании экономики знаний, где основная роль принадлежит человеку, а не технологиям. Вот мы хотим сегодня услышать основные итоги юбилейного года республики в сферах образования, науки, культуры, спорта, инноваций, духовного и физического развития. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые жители республики. Действительно, прошлый год для нас был юбилейно. Мы отмечали вековой рубеж. И подготовка к историческому событию началась еще в 2014 году, когда был подписан указ президента страны о подготовке и проведении юбилея автономной республики Саха-Якутия. И были установлены целевые задачи, которые были достигнуты. Это и создание 40 тысяч новых рабочих мест в несовременном секторе экономики. Это и реализация 100 общественных инициатив. Это и строительство социальных объектов, таких как школы, больницы, детские сады, объекты культуры. Это и обучение студентов нашей республики, ведущих в вузах страны. Все эти показатели были достигнуты. И это позволило тому, чтобы наша республика была лидером не только среди регионов Дальнего Востока, но и по многим показателям лидером по всей стране. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить жителей республики за вовлеченность и за активное участие в подготовке и проведении нашего юбилея автономной в Советской Республике. Теперь, что касается отраслей, которых я курирую, образование, наука, культура и спорт, то в сфере образования, конечно, безусловным приоритетом нашей государственной политики является повышение качества образования. Это создание условий для обучения детей, независимо от места проживания, для того, чтобы дети получили достойное образование в нашей республике. Для решения, конечно же, этой задачи была и проводится сегодня активная работа по созданию необходимой образовательной базы. Это строительство, это и капитальный ремонт. При этом, если преимущественно раньше выделялось финансирование из бюджета республики на строительство школ и детских садов, то в последние годы все больше и больше средств мы привлекаем из федерального бюджета. К примеру, на национальный проект мы 4 года назад привлекали из федерального бюджета 2 миллиарда рублей, то уже по итогам прошлого года из федерального бюджета на строительство школ, на оснащение школ мебели и оборудования мы привлекли около 6 миллиардов рублей. Плюсом, также благодаря инициативе президента страны Владимира Владимировича Путина о модернизации школьных систем, с прошлого года республика участвует в капитальном ремонте, и мы получили из федерального бюджета также 2,5 миллиарда рублей и отремонтировали в течение года 37 школ. И программа в этом году продолжается. Мы намерены завершить в текущем году более 50 школ нашей республики. Такие колоссальные объемы финансирования, конечно, позволяют нам улучшать значительно нашу образовательную сферу. И с тем, чтобы дети получили качественное образование, и каждый педагог и ученик получил широкие возможности для реализации своих талантов и своего творческого потенциала. Конечно, серьезное внимание сегодня уделяется и системе профобразования. С прошлого года республика участвует в таких проектах, как профессионалитет, и мы получили 100 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление нашего сельхозтехникума. С этого года мы получаем федеральное финансирование на модернизацию нашего Южно-Якутского технологического колледжа. Также и будет софинансирование из бюджета республики. Жители республики знают о том, что в конце прошлого года при проведении 14-го съезда учителей и педагогической общественности глава республики Асен Сергеевич анонсировал о начале масштабной программы капитана ремонта учреждений профобразования и поставили задачу, чтобы в течение пяти лет мы завершили обновление наших учреждений СПО. Мы начинаем эту программу с этого года, и каждый год не менее пяти учреждений СПО должны будут получать средства на капитальный ремонт и на обновление своей оборудования. Теперь, что касается культуры, то, как вы знаете, президент страны Владимир Владимирович Путин в прошлый год объявил годом культурного наследия народов Российской Федерации, и благодаря этому проекту наша республика в течение года провела большую работу. Это и обновление объектов культуры, это и проведение культурных мероприятий. Более 700 мероприятий различного уровня проведены в нашей республике. Это и международные, это и общероссийские, межрегиональные, республиканские, и многие из них, они являются, по сути, уникальными. То есть они проводятся по инициативе нашей республики, и они проводятся только в нашей республике. Это такие, как Международный конкурс хамусистов-виртуозы мира, это и фестиваль шедевров ЮНЕСКО, и это, конечно же, наш национальный праздник ИСЭХ. В течение года число посещений культурных мероприятий жителями республики достигло более 19 миллионов посещений. И этот показатель стал наглядным результатом признания нашего города, города Якутска, одним из городов России с высоким культурным капиталом. Знаковым событием прошлого лета стало подписание главу республики, Асеном Сергеевичем, как было сказано сейчас в виде ролики, указа о создании сети домов Алан-Хо, в которой объединены 10 домов Алан-Хо, расположенных в улусах нашей республики. И они получают с текущего года финансирование из бюджета республики и на материальное и техническое оснащение, и также на реализацию турческого потенциала. Конечно, мощным толчком стало установление главы республики стипендий семьи Алан-Хо Сутам, запевалом Асохой и кузнецам в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Конечно же, благодаря реализации национального проекта «Культура» мы обновляем и наши сельские дома культуры путем проведения капитального ремонта, оснащения оборудованием мебелью, приобретением музыкальных инструментов и другие проекты, они активно реализуются. Как вы знаете, в нашей республике в последние годы строятся достаточно серьезные и качественные объекты культуры. Дворцы культуры – это не только дома культуры, это дворцы культуры. И за последние три года появились в нашей республике в административных центрах наших улусов такие дворцы культуры, как Дворец культуры имени Хадулова в селе Майя, Медины Конголасского улуса, Дворец культуры в селе Намсе имени Максима Кирилевича Амосова, Дворец культуры имени Клюмюрева в Уссалданском улусе, это здание Дюрбинского драмтеатра, это дом культуры имени Марка Жиркова в Вилюсском улусе. И этот список можно продолжать, и работу мы в этом направлении намерены продолжать, не только финансируя из бюджета республики, но и привлекая федеральное финансирование. Что касается физической культуры и спорта, то основной целью в этом направлении у нас является вовлечение населения в систематическое занятие в физкультуре и спорту. Независимо от возраста должны быть созданы условия для того, чтобы каждый житель занимался тем или иным видом спорта, независимо от места проживания. И благодаря этой политике по итогам прошлого года доля населения, которое занимается систематической физкультурой и спортом, составила 51%. Если сравнить с 2018 годом, то увеличение составило более чем на 30%. Этому способствуют, конечно же, несколько действий и решений власти. Первое – это проведение крупных спортивных мероприятий, как спортивных игр народов в республике, это и спартакиада по национальным видам спорта, это международные турниры и чемпионаты мира. В прошлом году наша республика стала столицей проведения чемпионата мира по масс-рестлингу, по нашему традиционному виду спорта, в которых приняло участие более 200 спортсменов из 42 стран мира. Они приехали в наш город, в нашу республику, для того, чтобы состязаться по нашему традиционному виду спорта. Второе действие, которое способствует занятию физкультурой и спортом, это, конечно же, улучшение спортивной инфраструктуры. И прежде всего в местах проведения крупных спортивных мероприятий спортивная инфраструктура улучшается намного лучше. Это и в Горном районе, и в селе Бердегистях были проведены игры, это и в Амгинском улусе, в селе Амга, и в селе Барагонске, у Салданского улуса. Проведение значительно улучшило и сегодня задача обеспечения спортивной инфраструктурой в этих населенных пунктах полностью исполнено. Мы намерены продолжить проведение таких мероприятий, и глава республики поставил перед нами задачу вовлечь в спортивные мероприятия и школьников, и молодежи. И благодаря этой инициативе мы в прошлом году провели спартакиады молодежи, и с этого года возобновляются после долгого перерыва школьные спартакиады в наших школах. Сегодня уже проходят отборочные соревнования среди школ, среди улусов, и потом летом текущего года в городе Якутске будут проходить финальные игры в школьные спартакиады. Улучшение спортивной инфраструктуры, конечно же, играет большую роль и в нашей компании, которая осуществляет деятельность на территории нашей республики. К примеру, за прошлый год три крупных спортивных объекта были введены за счет финансирования компании «Газпром». Это в Алдане Алданского района, это в Чульмане Неренгринского района, и здесь, в городе Якутске, был введен крупнейший спортивный объект, каток с искусственным покрытием и бассейн. Что касается инноваций и цифрового развития, то наш регион достаточно давно уже позиционирует себя на уровне России одним из центров развития креативной индустрии, развития IT-индустрии. И одним из дальнейших шагов в этом направлении стало строительство и вот крупнейшего на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда». И в этом объекте созданы условия, пространство для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал как по современным видам, как анимация, дизайн, кино, так и по традиционным, таким как народные художественные промыслы. И, безусловно, работа в этом направлении будет развиваться и дальше, в том числе и по подготовке кадров на уровне образовательных наших учреждений. Наша группа, группа, которую я возглавляю, побывала с отчетом в трех муниципальных районах нашей республики. Это в Татинском улусе, это в Аймеконском улусе и в Уселданском улусе. Посетили абсолютно все населенные пункты. Население сегодня отмечает достаточно серьезные положительные сдвиги абсолютно по всем направлениям развития нашей республики. И это действительно так. Проезжая по тем или иным населенным пунктам, мы сегодня отмечаем появление новых социальных объектов, таких как школ, больниц, детских садов, объектов культуры и спорта. И надеемся, что мы и дальше будем обеспечивать целенаправленное развитие в этом направлении. Спасибо, Сергей Васильевич. Мы продолжаем. И следующая тема – это развитие арктических территорий. Смотрим видео. Якутия обладает обширными территориями, основную часть которых занимают сельские районы. Их развитию правительство уделяет особое внимание. Это и неудивительно. Аграрный сектор имеет стратегическое значение для экономики страны наравне с промышленностью. В 2022 году объем бюджетного финансирования мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства увеличен на 14% и достиг 13,8 миллиарда рублей. В рамках реализации указа главы республики по развитию сельского хозяйства внедрен второй этап новых механизмов поддержки сельхозпроизводства. В частности, предусмотрены меры господдержки на обеспечение заготовки мяса крупного рогатого скота и лошадей, картофеля, овощей и зерна. Поголовье якутского скота составило более 2900 голов. В том числе поголовье короб увеличилось на 29%. На строительство 18 коневодческих баз в 11 районах республики выделено 54 миллиона рублей. Впервые со времен распада СССР присвоен федеральный статус «Конезавод» по якутской породе лошадей комплексу имени Строда Ангинского Улутса. В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 18 начинающим фермерам предоставлены гранты «Агростартап» на сумму 47 миллионов рублей. 13 семейным фермерским хозяйствам предоставлены гранты на сумму 144,3 миллиона рублей. Оленеводческие хозяйства также идут на подъем. В прошлом году приобретено 9 единиц техники повышенной проходимости на сумму 32,3 миллиона рублей. Оленеводческими хозяйствами приобретено 20 квадрокоптеров, 28 солнечных электростанций, 6 единиц оборудования для использования бытового газа в условиях кочевья, 50 передвижных домиков. Общая посевная площадь сельхозкультур в прошлом году составила 47,7 тысяч гектара. Из-за паводка в некоторых районах кормозаготовительная компания была выполнена лишь на 90%. Наиболее пострадавшим районам приобретено 5000 тонн концентрированных кормов. Осуществлена дополнительная перевозка 26,6 тысяч тонн сена. В отчетном году благодаря господдержке увеличилось число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 122 тысяч человек. Почти вдвое выросло количество самозанятых, и Якутия вошла в тройку лидеров по Дальнему Востоку. Активно работают институты поддержки бизнеса. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» оказывается помощь по 155 услугам в центрах «Мой бизнес». Резидентами бизнес-инкубаторов создано более 400 рабочих мест. Выручка предприятий составила 291 миллион рублей. На арктических территориях, куда входят 13 районов Заполярья, проживают чуть более 67 тысяч человек. Особое внимание республика уделяет их продовольственному обеспечению. Созданы торгово-логистические центры в Соскалахе, Белой горе, Уску-Иге, Черском и Зырянке. Впервые со времен СССР осуществлен завод с государственной поддержкой через Северный морской путь. Доставлено 1500 тонн строительных материалов и продовольствия. Сформирован запас социально значимых продуктов питания в объеме 6359 тонн. По проекту «Молодой оленевод» 20 человек получили выплаты в размере 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий. В рамках проекта «Дети Арктики» отдыхом и оздоровлением обеспечены 357 детей. Им оплачены путевки и проезд из районного центра к месту отдыха и обратно. Развитие сельского хозяйства и, конечно же, арктических территорий – это архиважная тема для нашей республики. Михаил Викторович, здравствуйте. Расскажите, как прошла Ваша встреча с жителями, о чем чаще всего спрашивали селяне. Здравствуйте, уважаемые жители республики. В первую очередь я бы хотел традиционно поблагодарить за работу тружеников агропромышленного комплекса, ветеринарной отрасли, сферы предпринимательства, торговли, туризма. Прошедший год для всей страны и для республики, конечно же, был непростым. Поэтому нас требовалось быстро адаптироваться к меняющимся условиям, применять новые нестандартные решения. Вот видеоролики предоставлены, все те работы, которые были проведены в 2022 году. Я бы хотел остановиться коротко по отраслям. В агропромышленном комплексе 2022 год у нас сложился сложный из-за дождевого поводка на отдельных территориях. Поэтому кормозаготовка у нас прошла в сложных условиях, 90% только от плана мы заготовили. Поэтому по итогам кормозаготовителей компании было принято решение оказать содействие нашим сельхозтоваропроизводителям в осуществлении перевозки 26,6 тысяч тонн сена отдельным улусом. Это первое. И особо пострадавшим нашим муниципальным образованием, это 8 районов, мы оказали содействие в приобретении концентрированных кормов и перевозке порядка около 5 тысяч тонн. Объем валовой продукции сельского хозяйства за прошедший год составило порядка 28,8 миллиардов рублей, что увеличилось за аналогичный период 2021 года на 1,2%. Здесь бы хотел отметить, что финансирование программы села 5 лет тому назад составляло порядка около 10, чуть больше миллиардов рублей. По итогам 2022 года мы начинали на сумме 12,4 миллиарда рублей и, как было показано, закончили в объеме 13,7 миллиардов, то есть 8 миллиардов рублей. Здесь бы хотел отметить, что нашим главой Асене Сергеевичем, конечно же, оказывается огромное внимание отрасли сельского хозяйства. И надеемся, что в будущем здесь, конечно же, работы будут проведены в сторону увеличения и производства сельхозпродукции и увеличения вообще по всем направлениям. Коротко бы хотел остановиться о ветеринарной отрасли. У нас в прошлом году правительством была утверждена концепция развития ветеринарной отрасли до 2030 года. Такого стратегического документа у нас не было давно. Но и хотелось бы, чтобы ветеринарная отрасль, конечно же, развивалась в таком хорошем темпе. И основным проблемным вопросом, конечно же, остается вопрос об ответственном обращении с животными. Это федеральный закон 498. По данному направлению ведется такая планомерная работа. по республике сегодня осуществляется такая работа в 13 приютах и 11 пунктах передержки животных в целях обеспечения безопасности граждан и повышения ответственности владельцев. Сегодня, то есть в прошлом году, началась работа рейдовых мероприятий. Таких рейдовых мероприятий осуществлено более порядка 650. Значит, идет вакцинация, маркирование безнадожных животных. Ну и хотел бы коротко остановиться по эпизодической ситуации. В прошлом году у нас зарегистрирована такая болезнь, как бруцеллез собак. Поэтому хотелось бы здесь особое внимание уделить нашим жителям. В четырех муниципальных образованиях это в городском округе, город Якутск, городском округе Жатай, в Нюрбинском и Верхневилюйском Улусе такая болезнь у нас зарегистрирована. Поэтому прошу тоже на это обратить внимание. По развитию арктических территорий, значит, в прошлом году, с учетом специальной военной операции, сложилась такая сложная ситуация по обеспечению поставок продуктов питания, социально значимых продуктов, ну и вообще товаров народного потребления. В марте прошлого года правительством было принято решение о создании резервного фонда социально значимых продуктов. Было выделено порядка 408 миллионов из резервного фонда, значит, правительства. И закуплено порядка 6300 тонн социально значимых продуктов. И был сформирован продовольственный резерв республики. Данный резерв, он уже был использован по назначению только в прошлом году. Население Верхоянского района, пострадавшему в результате от дождевых паводков, было выделено порядка 35,8 тонн продовольствия. Еще бы хотел отметить, что сложная доставка продовольствия, значит, и РОСЭН, по итогам завоза социально значимых продуктов, она более была сдержана, так как было оказано содействие, значит, и Кутапторгу в части финансирования зеленых рейсов и субсидирования транспортных расходов. Хотел бы здесь отметить, что Якутапторгом в прошлом году впервые после распада Советского Союза осуществлен северный завоз через северный морской путь в арктические районы товаров, значит, социально значимых товаров порядка на 1500 тонн и строительных материалов для строительства торгово-логистических центров, значит, строительство торгово-логистических центров, оно будет продолжено, и по итогам 2024 года во всех арктических северных районах они должны быть построены. Коротко, в сфере предпринимательства и туризма, вот, для, после начала специальной военной операции, конечно же, сложилась серьезная ситуация и по логистике, и вообще в работе малого и среднего бизнеса, благодаря мерам правительства, значит, поддержки на малом и среднем бизнесу, через налоговые послабления, через выделение средств, значит, льготных средств, займов через наш Алмаз Аргенбанк и фонд предпринимательства было увеличено, то есть поставлено определенное количество для республики социально значимых продуктов и вообще товаров народного потребления, при этом хотел бы, значит, сказать, что через фонд предпринимательства было выделено порядка 1,8 миллиардов рублей, что было больше за аналогичный период прошлого года в 3,2 раза, это оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Далее хотел бы, значит, сказать, что был разработан льготный кредит в Алмаз Аргенбанке под 8% с установлением обязательства со стороны заемщиков, чтобы соблюдали действующие торговые надбаски по социально значимым продуктам. Порядка было выделено 2,2 миллиарда рублей, и эти меры, конечно же, способствовали удержанию роста потребительских средств на продовольственные и непродовольственные товары. По ценам на продовольственные товары рост составил порядка 13,6%, по непродовольственным товарам 9,4%. Это один из самых низких уровней в Дальневосточном федеральном округе. Ну и коротко остановлюсь на туристской инфраструктуре. Здесь, конечно же, работа была проведена в части переориентации турпотока на внутренний рынок. По итогам прошлого года порядка 230 тысяч жителей и вне республики, и внутри республики посещали наши туристические объекты в наших муниципальных образованиях. Что касается традиционного отчета исполнительных органов государственной власти, моя группа посетила три муниципальных образования. Это Вилюйский район, Нюрбинский район и Сунтарский район. Побывали во всех муниципальных поселениях. Конечно, заставились основные вопросы сельского хозяйства, строительства социально значимых объектов, строительства автодорог, затрагивались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, цен на социально значимые продукты, но и тарифы на электроэнергию. Хотел бы, что интересно, хотел бы отметить, особенно ставился общий проблемный вопрос, это сохранение родного языка и обучение ему подрастающего поколения. Спасибо, Михаил Викторович. Безусловно, то, что мы вначале говорили, развитие Арктики – это лишь одно из важнейших направлений вашей, конечно, огромного поля деятельности. И мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что мы сегодня говорим о проведенных отчетах правительства республики перед населением. Впервые с 2019 года отчеты правительства прошли в очном формате. И, наверное, всем, и, безусловно, самим отчитываемся населению республики, это, конечно же, понравилось больше, чем слушать отчеты правительства онлайн. Мы продолжаем, и давайте мы посмотрим сегодня сейчас сюжет о ситуации на рынке труда, социальной помощи, чтобы подвести итоги работы за год в этом направлении. Внимание! В год матери в республике реализован обширный план мероприятий. За 2022 год в республике родилось более 11 800 детей. Таким образом, Якутия занимает седьмое место среди регионов в стране. А среди регионов Дальневосточного федерального округа – первое место. В год матери главой республики Саха Якутия установлен целевой капитал «Дети столетия». 2729 семей, в которых родились дети за 2022 год, получили по 100 тысяч рублей. Абсолютное большинство семей использовали их на улучшение жилищных условий. 662 семьи – на приобретение транспортного средства и иные направления. Также в год матери приняты новые меры поддержки многодетных и приемных семей. Так, в два раза увеличен базовый размер ежемесячного денежного вознаграждения приемных родителей. Также установлены льготы для многодетных семей на посещение государственных учреждений культуры и спорта. А семьям, имеющим пятерых и более детей, предоставлена дополнительная возможность воспользоваться денежным сертификатом в целях улучшения жилищных условий. В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» в 2022 году по оригинальному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми» более 24 тысяч семей получили финансовую поддержку при рождении детей. 2022 год как для Якутии, так и для всей страны стал вызовом – введение антироссийских санкций. В сложных экономических условиях в Республике Саха приняты беспрецедентные меры по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. На эти цели из средств госбюджета Республики направлено почти 9 миллиардов рублей. Также государственную поддержку получило малое и среднее предпринимательство. Таким образом удалось сохранить устойчивый рост в сфере бизнеса. Численность занятых увеличилась до 122 тысяч человек, а количество самозанятых выросло почти в два раза и составило около 30 тысяч человек. Кроме этого, 5349 гражданам организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в том числе за счет средств госпрограммы содействия занятости населения, национального проекта «Демография», а также межведомственного взаимодействия и за счет средств муниципальных районов и работодателей. Предоставили единовременную финансовую помощь безработным и незанятым гражданам в количестве 331 человека на открытие собственного дела, что тоже превысило показатели 2021 года, когда помощь получили 175 человек. Численность занятого населения с 2018 года увеличилась на 4,5 тысячи человек, а численность безработных сократилась на 3,3%, достигнув исторического минимума. На текущий год труда в республике также утвержден план мероприятий. Они будут направлены на повышение престижа труда. Большое внимание будет уделено детям и молодежи, ранней профиориентации и в целом содействию занятости среди молодежи. Георгий Михайлович, приветствую вас и передаю вам слово. Мы посмотрели сюжет об итогах работы за год. Теперь интересно узнать о планах на 2023 год по вашему направлению. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие якутияне. Все, что было в 2022 году, безусловно, правительство по основным направлениям развития социально-трудовых отношений будет осуществлять и далее. В качестве примера я могу сказать, что хоть и год матери закончился 2022 годом, но своим указом глава республики Айсен Сергеевич Николаев продлил действие сертификата «Дети столетия». То есть работы, которые были проведены в 2022 году, они, безусловно, будут продолжены в будущем. Что касается года труда, главная задача этого года – это повышение престижа рабочего человека, престижа труда, введением новых подходов, внедрением новых принципов работы, безусловно, с привлечением профсоюзного актива работодателей через механизмы социального партнерства, через развитие таких уже хорошо зарекомендовавших себя программ, например, местные кадры в промышленность. То есть все, что было наработано в течение последних пяти лет, они дальше будут реализовываться в повседневной деятельности правительства и конкретно социально-трудового блока. Предполагается в течение года объявленного года труда чествовать лучшие семейные династии, привлекать молодежь и молодежное объединение к тому, чтобы мы, общество, в первую очередь, научились ценить и уважать труд и трудового человека. Что касается вопросов проекта национальных проектов, хочу отметить, что национальный проект «Демография» работает и дальше. Только на материальную поддержку семей в связи с рождением детей предусмотрено более 4 миллиардов рублей. Также национальным проектом «Демография» предусмотрено развитие сети социальных учреждений. Только в начале года в Алекминске был открыт дом-интернат, продолжится строительство дома-интерната в селе Намцы, Намского района. И с этого года мы начнем проектирование дома-интерната для инвалидов и престарелых в селе Матта Мегина Конголасского района. Таким образом, все национальные проекты, республиканские программы, они будут реализованы в своевременно установленный срок. Спасибо. Мы работаем в эфире без малого час, час лишним, и обозначили все ключевые темы. Напомним, наша тема – это прошедшие отчеты правительства перед населением, которые впервые с 2019 года прошли в очном формате. Это, конечно же, понравилось и нашим участникам, и прежде всего населению республики. Нам остается затронуть еще одну важную тему, и это касается деятельности постоянных представителей республики в Москве и на Дальнем Востоке. В числе их задач – налаживание взаимовыгодных партнерских связей с представительствами других регионов и стран. Давайте посмотрим сюжет. Главное в работе постоянного представительства Якутии при президенте России – это забота о нуждах якутиян за пределами республики, помощь и поддержка. Постпредство имеет представительство в Москве и Санкт-Петербурге, но его работа не ограничивается только этими двумя городами. В течение года ведомство выполнило сотни заявок от граждан, коллективов, якутиян-участников СВО, поступивших из разных частей нашей страны. В конце прошлого года по поручению главы Якутии Айсена Николаева на базе постоянного представительства была развернута работа Единого координационного центра по решению задач в рамках специальной военной операции, которую возглавил постпред Якутии Андрей Федотов. За пять месяцев работы ЕКЦ стал форпостом Якутии в вопросах поддержки своих воинов и помощи в восстановлении новых регионов. Сегодня мы начинаем выстраивать систему работы с отпускниками. Пришло время отпусков для мобилизованных, для добровольцев. Это тоже требует нашего внимания. Каждый воин, который приезжает в отпуск домой, он должен иметь возможность здоровье поправить и другие свои действия произвести юридического характера. Мы должны дать возможность отдохнуть и в кругу семьи, если необходимо отдохнуть и в условиях санатория. Мы намерены сегодня организуем работу для того, чтобы все воины, которые пребывают в отпуска на родину, почувствовали, что родина их ждет и родина о них заботится, родина их поддерживает. Выступая в качестве Центра притяжения якутян и землячества за пределами республики, постпредство участвовало в организации первого форума соотечественников с участием десятков представителей диаспор со всего мира. В год столетия ЕССР при поддержке постоянного представительства были проведены десятки мероприятий в двух столицах. Среди них Дни Якутии в Москве и Петербурге, в Совете Федерации, а также СЭХ. Одна из главных задач постпредства – это содействие в продвижении проектов республики и обеспечению федеральных вложений в объекты и мероприятия Якутии. Как результат, десятки проектов и инициатив нашего региона получили поддержку федеральных ведомств. В их числе проект строительства моста через Лену и якутский республиканский онкологический диспансер. В рамках федеральной адресной инвестиционной программы и конкурсных отборов государственных программ России на 2023-2025 годы уже направлены заявки на общую сумму более 100 миллиардов рублей. По отчету правительства Якутии за 2022 год группа исполнительных органов госвласти под руководством постпреда Якутии первого заместителя председателя правительства республики Андрея Федотова работала в Верхоянском Улусе. В ходе отчета в адрес рабочей группы поступило почти 200 вопросов и предложений от жителей Улуса. В том числе по летнему отдыху детей, трудоустройству выпускников, приезду узкопрофильных врачей, а также важных инфраструктурных проектов. Повышение социально-экономического, научно-технического и культурного развития Якутии – основные направления деятельности постоянного представительства республики по Дальневосточному федеральному округу. За последние годы представительство помогло более 100 якутским организациям принять участие в крупных форумах, ярмарках и выставках, проходивших на Дальнем Востоке. Также представительство активно вовлекает молодежь в мероприятия, повышающие имидж республики на Дальнем Востоке. Мы узнали о новом волонтерском движении, помощи солдатам из нашей республики в городе Владивостоке, узнали об этом от нашего постоянного представительства республики. Очень надеемся, что защитникам понравятся наши старания. Более того, на ежедневной основе сотрудники представительства участвуют в работе по материально-техническому оснащению войсковых частей по доставке гуманитарных грузов для мобилизованных. Лишь за период с конца сентября по декабрь 2022 года войсковые части Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области переданы 1940 индивидуальных комплектов. Опорные пункты Единого координационного центра ведут успешную работу во Владивостоке и Хабаровске. Оказывается содействие родственникам военнослужащих, прибывающим для передачи документов и личных встреч с близкими из Якутии. Проведена и большая работа по возврату ошибочно мобилизованных граждан республики, направленных на подготовку войсковые части Восточного военного округа. Помощь и патронат солдатам, материально-техническое оснащение мобилизованных, а также повышение социально-экономического престижа республики – все это проходит под оперативным руководством постоянного представительства республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу. Уважаемые участники сегодняшнего отчета правительства, у нас буквально остается минута. Я предлагаю использовать ее для подведения сегодняшнего эфира. Андреем Владимировичем, вам слово. В конце я хотел поблагодарить все население нашей республики, потому что наши достижения исполнены в полном объеме благодаря только вашему усердному труду. И, соответственно, тем предложениям, которые вы нам присылаете, где вы нам помогаете в этой части. И, конечно, все эти вопросы сегодня жизненные, важные, они воплощены и в программах наших всех работ в министерстве. Ну и, соответственно, вы видите, и послание главы республики, оно только сосредоточено сегодня на то, чтобы поднять благосостояние нашего жителя в республике. И создать все условия для жизни, деятельности и подъема республики в промышленном секторе. Поэтому хочу вам всем сказать и заверить, что в действительности все наши усилия будут направлены для того, чтобы Якутия стала процветающей республикой. И одним из передовых регионов нашей большой страны. Ну и, пользуясь случаем, что у нас накануне женский международный день, я хочу поздравить всех наших женщин, девушек с праздником международным 8 марта. И пожелать, чтобы вы встретили этот день в теплой семейной обстановке, с друзьями, с любимыми своими. И пожелать вам огромного здоровья, счастья, ну и хорошей жизненной такой ситуации, в которой вы сегодня все мы находимся. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 ... ...